На портал XGED поступил вопрос. Прочищаюсь, исповедуюсь, но не могу справиться со страстью бруда. Как быть? Наверное, получше исповедоваться. Может даже какое-то время сдержаться от причастия, чтобы осознать, что ты всё-таки этим грехом отпадаешь от Бога. Потому что просто причащаться с плудной страстью, это может быть даже какое-то самоспокоение может быть, что я исповедуюсь, причащаюсь. Друдная страсть, ну да, это серьёзно. Ну вроде ничего. Я же причащаюсь, исповедуюсь, я живу церковной жизнью. В церкви не случайно были отлучения от причастия за определённые грехи канона, принятые святыми соборами. Это же не просто так. Это не есть, знаете, ах ты такой плохой, выди, вот мы тебя знать не хотим. Церковь вообще не такой подход. Когда церковь, ну например, как врач говорит тебе, сейчас пока надо есть керкулесовую кашу. Если ты будешь есть мясо, тебе будет плохо. Человек не послушает врача, он начнёт есть мясо, там, ну, при язве желтка, там, ещё что-то такое, то ему будет плохо. Он опять пойдёт в больницу. Так и церковь. Когда она что-то там разрешает, запрещает, её руководит только любовь. И жрание, чтобы человек избавился от греха и пришёл к Богу. Поэтому, вот, может быть, на какое-то время сдержаться от причастия, чтобы ты понял, что грех тебя разделяет с Богом. Грех тебя разделяет с Богом. Что ты в ад идёшь, от этого совершай этот грех. Ведь есть же слова в Священном Писании, не каждый говорящий «Господи, Господи, его Царство Небесное». По некоторым толкованиям Иуда причастился на тайный вечер, потом потушён, предал Бога. Вот поэтому, вот здесь важно всё-таки не какие-то внешние показатели, пусть и с божественным внутренним содержанием, а чтобы это внутреннее содержание всё-таки, к божественному содержанию всё-таки стремились и пытались соответствовать, не только по формальным признакам внешним. Поэтому надо каяться, надо основать, что это убивает душу тебя. Более того, поскольку бруд – это, естественно, грех двоих, значит, ты убиваешь душу, человек, к которому, на самом деле, может, ты как раз очень даже хорошо относишься, даже, может, его любишь. А ты его своим грехом убиваешь, ты лишаешь его, ни больше, ни меньше, как в вечной жизни. Потому что бруд – это смертный грех, который может лишить вечной жизни. Потому что апостол сказал, что брудники Царствия Небесные не наследуют. Это вполне, как вы понимаете, вторитетное мнение человека, который знал, о чём говорит. Апостол Павел. Поэтому вот, если это осознать, станет страшно. Станет страшно. Тем более, всё тайно становится явным. Часто это всё выходит наружу, и даже в этой жизни ещё. И это, кажется, не страшно, и будет хорошо. Это страх Божий. Страх не попасть к Богу, а попасть там, где Бога нет, то есть в ад. Впасть в то состояние, которое, так сказать, не позволяет Богу присутствовать в нашей душе. Вот это может быть как раз очень спасительно, и человек оторвёт от греха. А для этого надо молиться о том, что Бог оставил бы от греха Будда утром, вечером, днём, постоянно, особенно после греха, не впадать в уныние. Ой, опять ничего не помогло. Там, сериалы начни смотреть, там, или ещё что-то, как-то немножко отвлечься. Нет, не отвлечься, а наоборот. Сказать Богу, Господи, согрешил, прости, помилуй, избавь, спаси. Рать Богу. Именно рать. Рать, ну, может, не буквально смысле слова, во всё горло. Хотя некоторые так делают, но там где-то возможно, в лесу там где-то, или так далее. А внутренняя рать, сердечная рать, плакать Богу. Бог не может плачущие души со греха не утешить тем, что грех у человека заберёт. Обязательно утешит. Просто мы не плачем. Мы не плачем. Утешаясь какие-то внешние показатели, мы не плачем о грехе. Поэтому с грехами расстаёмся. Поэтому вера в Бога и покаяние избавляют от любого греха. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok